Дорогие товарищи! С чувством глубокого удовлетворения, хочу сообщить, что Республика Беларусь вступила в клуб обладателей 5 золотых медалей. В связи с этим решено присмыть звание героя Домрачевой Дарьи Владимировне. А теперь новости одной ногой. Всем привет! Поскольку в нашей стране запретили продажу кружевных трусиков, Юля отказалась вести новости одной ногой. И сегодня вы будете спялиться на мою коленку. Да ладно, ладно, уже пошутить нельзя! Туман над Олимпийским стадионом в Сочи был разогнан силами ОМОНу. Дмитрий Мядведео спознился на церемонию закрытия Олимпиады по уважливой причине. Бразилия рыхтует властную команду по биатлону до Олимпийских гулял 2016 года. В мини-баре Олимпийского готеля Дарью Домрачеву ждал приемный сюрприз. На нараде по проекте указа об реализации товаров индивидуальными предпринимальниками президент Беларуси у эфира АНТ узгадал про выступление белорусских олимпийцев у Сочи. И после этой победы, я говорю, Даша, вот я и разложил всю гонку, она на меня смотрит, говорит, Александр, вы как будто со мной бежали. Но вы поняли. Президент вместе с Дарьей прошел всю женскую биатлонную дистанцию, допустил один единственный промах на четвертом огневом рубеже и обошел Габриэлу Соколову из Чехии и Тирил Эхов из Норвегии. В связи с этим решено присвоить звание героя товарищу Лука... Вот вы шутите. А между тем, объективы репортерских камер доказывают, что роль лидера наших олимпийцев в успехе в Сочи была куда больше, чем он скромно в этом признается. Только благодаря его чуткому руководству лыжи ехали как нужно. Пули летели точно в цель. Зрители махали правильными флагами, а хорошая картошка была отделена от плохой. В связи с этим решено присвоить звание героя. Эй, да хватит уже. Давайте лучше подумаем, как мы с вами будем честовать наших чемпионов. Президент Белоруссии принял решение накеровать у Сочи президентский самолет, который доставит в Минск спортсменов, тренеров и специалистов. Будут туда люди загрузить его в тим напрямку, сказал президент. А вот последняя идея мне, кстати, очень даже понравилась. Вы представляете, летит такая попутка в Сочи порожняком. Тормозят ее люди и спрашивают. Слышь, дорогой, да Краснодара не подкинешь. С экономической точки зрения ход весьма прагматичный. Чтобы отбить затраты на керосин, борт номер один доставит в прилегающие регионы Кавказа товары народного потребления, белорусскую молочку и пару-тройку тракторов. Встреча олимпийцев будет проходить в национальном аэропорте Минск в зоне правительственного сектора. Будет выложена красная ковровая дорожка. Встречать олимпийцев будут девушки в национальных костюмах Республики Беларусь, цветы, оркестры. А вот прямо из аэропорта Дашу и остальных спортсменов повезут во Дворец Независимости, где пройдет грандиозный фестиваль мастеров искусств Дашинки. Первая часть Морлезонского балета. Вы знаете, День Советской Армии уже давным-давно перестал быть узкопрофессиональным. Его отмечают реальные и нереальные пацаны, защитники и нападающие бойцы и бойцыцы. В особую категорию я бы выделил дизайнеров, которые занимаются наглядной агитацией. Никого уже не удивишь плакатами ко Дню Победы, на которых вместо советских ветеранов улыбаются американские морпехи, а герои и Вадимы водружают красное знамя перед горящим Капитолием. Не смогли остаться в стороне и белорусские художники. В Минском универсаме по улицах оружий с Днем Защитника Отечества нас поздравляют два немецких танка Панцеркомпваген Пантера с бортовым номером 145. Похоже, дизайнеры свою школьную двойку по истории успешно компенсируют мастерством копипаста. И если бы не скромный Т-90 на переднем плане, многие могли бы призадуматься, защитников какого именно Отечества имел в виду автор? Российские блогеры извернули увагу на то, что разведенный Владимир Путин заявился на публице с заручальным перстенком. Ранее на церемонии открытия Олимпийских гульняв так само с заручальным перстенком была у першиню заваженная Алина Кабаева. Это с новой силой подогрела чутки про то, что президент и гимнастка сустракаются. На что только не пойдут нечистые на руку интернетчики в погоне за сенсацией. Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, «Налицо бессовестная подтасовка фактов». По его словам, на пальце у президента самое обычное кольцо всевластия, приобретенное им пару лет назад у белорусских ювелиров. Кабаевое оно не имеет ни малейшего отношения. Блеск и плеск, моя прелесть. Декан экономичного факультета БДУ Михаил Ковалев лечит, что у Беларуси наспела необходность увядения податка на богатие. На думку Ковалева, спаганять его треба не тогда, когда человек отримливает гроши, а тогда, когда юных тратить. Отриманные сродки можно было бы накировать на поднимку необороненных слоев населенства. Дело, конечно, хорошее. Правда, вот в некоторых странах принятие такого закона повлекло массовое бегство богатеньких буратинов за границу. Одни вынуждены сниматься в низкобюджетных чеченских боевиках, другие ютятся в неотапливаемых замках за тысячи километров от МКАДа. Неровен час и наши рванут от греха подальше, прихватив с собой все движимое и недвижимое имущество. Зато, с другой стороны, это позволит перебраться ближе к центру честным гражданам, живущим на государственную зарплату. Учаканье хоккейных фанатов минские готели выпробовывают сучасную инфраструктуру мобильной Суэзи. Завод «БелАЗ» открывает сетку станций шиномонтажу на вугольных карьерах России. Астерогающуюся переследу киевские цитушки меняют внешность. У Минску отбылся финал конкурса «Мисс Суперлато-2014». Ну а спортивно-праздничную тему продолжим с нашей гостьей, эпатажной телеведущей Анной Бонд. Ань, давай пообщаемся на злободневные темы этой недели. Ну, естественно, Олимпиада. Естественно, огромное количество золотых медалей Даши Домрачевой. Ну как ты думаешь, заслуживает человек того, чтобы за ним, ну и якобы уже подписали всю команду к Даше, отправили в президентский самолет? Конечно. Но у меня есть и одна моя маленькая мечта. Я бы с удовольствием хотела попасть в этот самолет. Это в продолжение темы. Если бы меня взяли туда стюардессой, я бы просто хотела бы даже предложить кофе или чай с молоком или с сахаром. Аня, будем надеяться, что нужные люди тебя смотрят, потому что президент сказал, чтобы самолет пустым не летел. Как ты думаешь, чем можно загрузить президентский самолет? Ну, конечно, шампанским. Загружаем шампанским и рвем прямо эти пробки, чтобы, знаешь, ну, обшивку, конечно, они не срывали там от этих ударов, но чтобы торжество было, событие. Вчера прогремел праздник 23 февраля. Да. Вчера мужчины получили свои подарки. Но, возможно, кто-то не успел. Ехал с командировки, жена долго ждала дома. А, возможно, женщины не успели подарить подарки. Давай, заскакиваем в последний вагон вместе с Аней Бонд. Да. Мы успеваем подарить креативный подарок, который мы сейчас вместе и придумаем. Абсолютно необходимая вещь в гардеробе, то есть в туалетной комнате и мужчины, и женщины. Это машинка для бритья волос в носу. Штука необходимая абсолютно. Все. Так, теперь подарок размером в среднюю зарплату в 500 долларов. Хороший будет подарок, это если он подписывает документы, это фирменная ручка Монблан, может быть. Или сумка тоже фирменная, портфель. Вы знаете, это вещи как бы один раз платишь, она дорогая, но ты-то ее носишь-то, черт побери. Вот пока уже это и ты не директор давно, уже на пенсии. А ручка-то и сумка работают. И представь, что есть девушки, у которых денег немерено, они могут позволить купить все, что угодно. Да. Самый шикарный дорогой подарок. Мужчине? Да. Выписать из Амстердама, района красных фонарей, самую дорогую, красивую, эффектную женщину, но не ошибиться, потому что опять же сейчас в мире такое происходит. Все меняется, все меняется. Да, главное не ошибиться, потому что за внешней красивой оболочкой может скрываться мужик. Вот такой топ-3 подарков от Ани Бонд. Ань, ну, может, если хочешь поздравить мужчин с прошедшим 23 февраля? Я хочу поздравить страну прежде всего, да. Очень много действительно нам подарков доставили спортсмены, потому что все остальные подарки меркнут. И мне нравится, что в этот момент в лентах, в фейсбуке, в социальных сетях... Все живут этим. Все живут этим. И видно дух и патриотизм наших людей, молодых и уже немолодых. Я бы сказала так. У нас в гостях была телеведущая Аня Бонд. Ань, спасибо тебе за отличное настроение. Если ты не успела поздравить своих мужчин с этим праздником, беги за дорогими ручками, сумками, машинками для стрижки волос, радуй своих мужчин. У меня только деньги остались на самый дешевый подарок. И продолжай радовать нас своим присутствием. Спасибо. Это были «Баяна недели» с Иваном Величко. Свои смешные новости вы по-прежнему можете присылать нам на этот адрес. А также помечать их хэштегом «Баяна недели» в своих социальных сетях. Кстати, вспомните, как закончилась Олимпиада 80. Мишка улетел на воздушных шариках. В этом году Мишка решил уехать на машине. После закрытия. Трезвый. На трибунах становится тише, Тает быстрое время чудес. До свидания, наш ласковый Миша, Возвращайся в свой сказочный лес. Не грусти, улыбнись на прощанье, Вспоминай эти дни, вспоминай. Пожелай исполнения желаний, Новой встречи нам всем пожелай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok